Лара, ты на связи? Аликс сказал, что ты уже спускаешься. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, мне приятно читать ваши комментарии. У нас даже появляются комментарии от людей из других стран. Латинской Америки, США, есть из России, есть из Украины, есть из Китая. Он был один из Китая даже. Надо будет пересмотреть. Что ж, вот реально, читаю, читаю, читаю. Ребят, мне вот очень приятно, реально очень приятно. Спасибо за вашу поддержку. Буду рад почитать и ваши комментарии, и, пацаны, буду рад вашим лайкам. Тем самым поможете именно этим самым продвижению, в данном случае, этого ролика и других, как говорится, геймплеев по Ларик Орды. Не только по ней, но и другим нашим игрокам. Покажите, я тоже буду очень рад. Ну, а мы по традиции, как вы знаете, опять же, не забудьте по нашей соцсети. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм. Ссылочки все тоже в описании. Из этого никуда. Ну, и по традиции, вебку выключаю, но с вами не прощаюсь. И погнали. Да, шляпу я сниму. Шляпу я сниму, вы меня. Вы знаете, как бы, поскольку вебки не будет, сами понимаете. Все-таки Лар Крофт, и я хочу записать ее в полной красе. Ладно. Вебку долой. Лару пора в бой отправлять. Погнали. Итак, как видите, у нас уже 67% пройдено. И отправляемся. Надеюсь, у меня будет нормально слышно, потому что записываю вот... Буду записывать сегодня серию тоже роликов, как раз-таки в полуаре. То есть я серийно записываю, как вы знаете. Потому что как-то в практику вошло, не знаю почему. Ну, вот удобно. Так вот, кто был на стримах на прошлой неделе, те, наверное, уже понимают, почему у меня микрофон вот так, а не так, как обычно. Ну, поскорее бы приехали новые наушники. Вот это вот самое главное. Зараза. Топ. Топ. А почему я не у палатки? Кстати. Да-да-да, мы же здесь все с вами открыли. У нас, получается, гробница неизвестная только, да? Давайте ей займемся. У нас тут кто-нибудь еще остался? Нет, все мертвы. Это хорошо. Нет, это плохо, конечно. Хорошо то, что нас дергать не будут. А вот и гробница. Погнали. Так, как там у нас? Я вспоминаю правление. Я целую неделю не заходил сюда. Настолько много я записал в прошлый раз. Давай, Лара, идем аккуратно. Как настоящие путешественники. Интересно, с как долго будет идти эта прогрузка гробницы? Ну, учитывая, знаете, какой длинный коридор, я так понимаю, долго. Она большая. Потому что что-то, геймсир здесь прямо реально очень удобно ходить. Кстати, вот, добрались. Храм стражей. Подождите, как понять храм стражей? Это что, клуб анонимных они? Так, кстати, по науку, если что, по всему остальному, у нас, в принципе, все нормально. В прошлый раз с вами посмотрели. Давайте осматриваться. Так, это стрелы, у нас их полно. Может, что-то... О-о-о-о, ямонтайская царица, большая шаманица. Давайте осматриваться, что-то у нас еще есть. Так, стоп. Так, стоп. Красота. Вот все осветили. Так, все осветили. Погнали наверх. Так, ясно. Придется пробегать быстро. А куда бежать-то я не знаю. А, все, теперь знаю, куда бежать. Ну так, так. Ага. То есть мне тут еще освещать надо. Ну это логично. Так, давайте вон там тоже подожжем. Есть еще что поджечь? Кстати, знаете, с тех пор, как добавили этот метан, он мне прямо реально стало не по себе. Черт, я заб... Подождите. А, на Х. Точно. Вот это взрыв. Вот это мне нравится. Ну реально, просто хороший взрыв. Есть. Мне просто реально ничего не видно. Мне это нравится, кстати. Реально. Вот в слепую лезть. Слушайте, должен показать, она довольно легкая. Что даете? И что там у нас? Ларочка, рассказывай. Ну, что дали? Ну, очки опыта гробницкий модификатор дали еще один. Какой-то модификатор, только я не знаю какой. Ладно, можно спускаться, по-рецепи, технически. Давайте посмотрим. Снаряжение. Комета. Здесь тоже все нормально. Тут тоже все хорошо. Во! В пистолете нам что-то добавили. Я думаю, нам как раз хватит на него. Да? Давайте посмотрим. Удобная рука. Да? Модификатор украины уменьшает отдачу. У нас глушак, у нас модификатор на руках. Слушайте, давай прямо хитманом становимся каким-то. У меня, кстати, что хитманы есть. Вторая часть. Шикарно. Старман. Приятно. И, может быть, потом и им заняться. Может, остальное на новую путь? А может, нет. Может, даже раньше еще. А может, позже. Ну, ладно, определимся. Это, как говорится, вопрос другой. Вопрос на случай у нас еще и другой Shadow of Town. Tomb Raider тоже есть. Карта обновлена. Давайте изучим. Ну. Так. Ну, это понятно. Это еще один тайник. Но он будет здесь по пути, я так понимаю. Потому что там у нас... Все забито. Так. Все, Лара, туши. Свет. Найдите выход из леса. Ну, идем искать. Давайте немножко сориентируемся. То есть, есть луки. Так, давайте открывать. Лара, пожалуйста. Мы тут всех уже перебили в прошлый раз как путь. Поэтому у нас с этим проблем какой-то нет особой. Просто открываем остатки. Что остается? Так, неплохо. Может сказать, мы собираем вот все вот эти мелочевки, которые нам нужны в будущем. То есть, вроде, не обязалов. Там было много мертвых. А я тихо не видел. Да. Давай не будем об этом. Серьезно, да. Что ты видел? Что мы видели? И что они там делают? Сонать не хочу. Я туда больше не сонюсь. Даже если отец ума все сприкажет. Пила. Все русские, кстати, займите. Наши. Давайте определимся, кем займемся первым. Не бочки созрём. О, там книжка есть, кстати, я вижу. Ладно, давайте вот с этим займемся. Ой, сколько там вас, парни. Зараза, отстань мне, глупая, ванчара. Что-то волки с ними, что ли? Что-то волки с ними, что ли? Так, ладно. Начинаем. Как говорится, начали с гробницей, закончили за упокой. Мне нравится. Мне нравится, какой подход. И, кстати, я так понял, волки теперь с ними, что ли? Это что ещё за избирательная такая система? Что-то за... Что-то за система избирательного права. Мне такая система избирательного права не нравится. Нашу команду послали в монастырь. Там было много мёртвых солдат. Не врёшь? А этих он не видел? Послушаем ещё раз. Давай не будем об этом. Серьёзно, брат. Что ты видел? Слушай, я не знаю, кто это. И что они там делают. И знать не хочу. Я туда больше не суток. Даже если отец мать вас прикажет. А, нашлись это, да. Насколько я помню, есть... Вот так, по-моему, он отправляется. Так, надо зайти внутрь. Тёсики. Я её не вижу. Смотрите, Лоба. Хорошо, что... Кстати, нам надо будет ещё открыть одну однице. Если никто не разряжает. А интересно, а собаки на них не пугают или только на меня? У нас получено достижение. Достижение кооперации. Я не знаю, с кем не кооперирую. Давай, иди сюда. Тут у нас еще пара собачек осталось. Нехорошо. Песики. Буду их посматривать. Вижу, вижу. Что? А, не нравится? Ну, иди сюда. Тоже мне собачки. Осталось, мол, теперь охота в этом районе будет приносить меньше всего. Ну, не страшно. У нас есть другие районы. Не особо переживаю. Я не особо из-за этого какой-то, скажу, сумма. Мало и мало. У нас все равно все прокачано. Ну, что можно было прокачать. Плюс есть у нас другой райончик, где тоже можно прокачаться. И можно мало дичи. Так что не скажу особо особого сумма. Кстати, тут грибочки нужно пособирать как бы опять же. Можем пройтись, кстати, еще раз по периметру, посмотреть все грибы. Потом отправимся в другую гробницу. Ну, просто видите, я уже все тут открыл как бы. И я не хочу упускать такую приятную возможность. Возможно, все вот это вот пособирать. Будем вот так вот сейчас сматриваться. Смотреть на лисичек. Может где-то лисичка еще одна валяется. Потом мы отправимся быстрым лагерем в другую зону. Откроем там. Крабницу до конца не изученную. Просто реально надо открывать. Там модификатор, скорее всего, очередной дойдут нам. А это тоже хорошо, ведь как он крутит. Я пока не вижу нигде более лисичек. Но реально хотелось бы. Быстренько что-нибудь еще найти такого. Пока ничего такого нового путного не показывается. Нет, просто реально надо изучить. Потому что помните, в прошлый раз мы... Я точно, я уже начинал вспоминать, что я эти лисички так вот старался высматривать. Но не очень хорошо это получалось. Ну, потому что они мелкие. Забавно. В реальность у меня нюх на грибы. Буквально. А тут... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, хотя это хорошо. Я в реальности игры быть не ненавижу. Че, в нюхе у тех надо играть. Хорошо, что я не чувствую игровые запахи. Реально, как хорошо. Почему бы, наверное, сходил бы с ума? Ну, со слов имеется сходил бы с ума. Это не лисичка, конечно. А вот это лисичка. Так, и еще один гриб должен быть в этом районе. Там в глубине мы уже ходили, все смотрели. Там уже все собрано. Есть, конечно, предположение, что еще один может быть где-то дальше. Но сначала давайте осмотримся. Я уверен, что они все здесь. Здесь не может быть так, чтобы куда-то специфически-то все уходило. Так вот по бороду. Давай вылезаем. Просто лес, видите, большой. Лес большой. Всего здесь много. Может быть, просто надо быть повнимательнее. Повнимательнее здесь немножко сложновато быть. Ну, грибник, статус. Тем более собрать еще одну лесочку. Ну, это вообще ни о чем, ребята. Там просто немножко надо быть повнимательнее. Тем более они могут быть как вверху, так и внизу. Кстати, опять же об этом. Да. Могут как вверху, так и внизу. Значит, нужно быть еще внимательнее. Может быть, конечно, вон там наверху тоже. Давайте, кстати, заберемся на всякий случай. Да, я уже залезал туда наверх в свое время. Сами помните наверху. Ну, лишний раз, я думаю, не будет. Плохим, как говорится. Если ничего нигде сейчас примите не натрем, отправимся в другую гробницу. Мы все-таки же наконец-то... Получили... Получили возможность как-никак взрывать проходы, открывать нам двери туда, что уже тоже хорошо. Ты будешь зацепляться, Крофт? Он как-то странно себя последний раз не ведет. Может, он сейчас поломался, а то есть не дотягивается. Так. Крофт, это прикинь. Еще он не хочет. Так. Может, я уже навыки потерял? Во. Просто реально, может, я уже начинаю думать, что уже навыки потерял. Так. Вот я прощусь за лес. С высоты лучше будет видно. Потому что где-то может быть еще одна лисичка, а отсюда можно было их все... видеть. Ну, здесь, по крайней мере, в этой зоне нет. Так. Давайте перейдем сюда, посмотрим. Так. Вот забавно, чтобы найти гриль, мы лезем наверх. Ммм. Ну, в этой местности пусто. я не вижу нигде никакого даже мелкого свечения. Ладно, погнали. Разве что, по традиции, может быть, еще один мосток. Проверим. Давайте. Спустимся под... Вот. И говорю же. По традиции, все. Я обычно еще какой-нибудь вход за водопадом, а здесь традиция все под мост засовывать. Помните, когда было с первыми вот этими вот черепами? Куда-то мы с вами вернемся сейчас. Потому что там у нас гробница находится еще одна. Так, давайте займемся переход. Нам вот сюда. Телепортируемся. Собираем патроны. Идем открывать эту гробницу. Так, кстати, туда, по-моему, нужен этот... гранаты, чтобы там пробить проход-то, гранатомет. Я думаю, у нас это есть. Думаю, откроем спокойно, проблем не будет. Я думаю, там дадут. Если не дадут, конечно, немножко... необычно будет. Но ладно, я думаю, все дадут. Просто для этого должны давать как раз. Так, на всякий случай возьму это. Тут просто песики любят появляться. Время от времени. А вы знаете, я не фанат песиков. Совсем не их фанат. Отлично. Слушайте, вот когда я захожу в такие виды, вот в такие виды пещеры, я сразу вспоминаю Lost Viadomus, который мы проходили. И я чувствую себя как Эллиот Масл. Он тоже ходил по пещерам. Кстати, реально шикарная игра. Я рекомендую попробовать. Может, когда-нибудь я сделаю стрим по ней, потому что я ее записывал в формате геймплея. Там просто настолько трешово, что замучаешься. О, там гранаты дали. Отлично. Будет сейчас с чем открывать. Хе-хе-хе. Попробуем. Кстати, на некоторых записях геймплейных, начали по шортсам, люди писали, что сильно провисает. Есть такой, ребят, знаю. Но это зависит от того, от самой программы записи. То есть у меня, объясняю сейчас вкратце, вот я сейчас играю при вас, у вас как бы, если где-то такое провисание небольшое есть, то у меня вообще никакого провисания нет. То есть у меня показывает там иногда 18 FPS, но это показывает программа записи, скорее всего. Но у меня стабильно держатся 25 сама FPS. То есть у меня как бы все гладенько, все четенько. То есть я к самому себе придраться не могу в этом вопросе. То есть здесь у меня все, ну относительно нормально держится. Так. И. Открыли. О! Вы только гляньте. Это просто житница оружейная. Реально житница оружейная. Я правда не знаю, как это снимать, но... Тут еще... О-о-о-о! И даже что-то такой бонус, типа дополнительный, да, для нас. Спасибо, конечно. Конечно. Приятно. Реально, ребята, вы только посмотрите, они... Так. Давайте открывать. Нет, ну а что, дают такие вот бонусы? Чем отказываться? Правда не знаю, как другие достать. Ну а это мы достанем. Это все достанем. А, может мне их скидывать? Кстати, реально, что-то не подумал об этом. Может реально их скидывать? Ладно, можешь залезть? Ну точно. Ларчик просто открывался, да? Точно. Просто залезай и собираешь здесь все. Слишком простенько. Ну, нет, почему простенько? Не простенько, конечно. Вполне хитро. То есть ты должен залезть, ты должен как-то зацепиться за все это дело. Так, здесь, кстати, тоже самое получается, да? Так, каким-то образом я должен уже зацепиться. Может, как-то вот сюда нужно запрыгнуть? А, может здесь с холдинами вот так? Просто я смотрю, она целится. Ну, вот тут я вижу. Вот я сниму сейчас. Не зря здесь столько патронов-то набросали. Есть, кстати, вариант, знаете какой? Вот так вот, чтобы взорвалось. А-а. Гранатомет бесполезен. Хотя нет, почему бесполезен? Не бесполезен. Как достать их лишних? Ну, понимаете, нет лишних ящиков. Я хочу их достать. То есть мы открыли, наконец-таки, эту... Гробанную систему. Я хочу их с ней разобраться. Может, как-то здесь забраться наверх можно? Так. Давай, Лара. Так, отлично. Будем просто сейчас искать, куда за что зацепиться. Ну, а получается по-другому-то никак же ведь. Сюда она не хочет залезать. А здесь наверху видите, сколько всего валяется? Подожди. Ну, точно, что я туплю. Я туплю. Смотрите, сколько ресурсов, сколько материалов, сколько всего. Ну, я так полагаю, это то же самое. Ну, ладно, здесь немножко по-другому. Вот здесь надо как-то зацепиться. Непонятно, каким образом. То есть, если там можно было просто отодвинуть, то вот здесь придется... Кстати, может, получится вот так вот прицельно. Нет, это он не хочет делать. Нет, здесь вот... Вот тут как раз-таки надо именно, чтобы она зацепилась. Я не знаю, каким образом ей здесь зацепиться. Может, на стул? Чего нет, да? Можешь запрыгнуть на стул? Если бы... Могла бы. Не хочет. На декор. Нам здесь сломать, нам может запрыгнуть на гробаный стул. Ой, ла-ла-ла. Что с тобой делать? Тут система проходов. Ну, кстати, есть вот такие вот балки. Она залезать туда не может. Дайте попробуем. А-а-а. 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 Ничего не зажигает. И вот эта как бы должна зажечься, но не хочет зажигаться. Может, конечно, нам попробовать... Э-э-э. С помощью вот этого, что-нибудь здесь поджечь. Как вариант. Давайте осмотримся. Ну, вы меня просто знаете. Я же не буду упускать все это дело. Я это я. Так. Здесь можем залезть вот так вот. К периметру. Нет, не можем. То есть периметр не учитывается. Хорошо. Есть ящичек вот такой, куда можно было бы залезть в свое время. И мы это делали. Здесь не хочет она. Может здесь есть... Дайте посмотрим. Может здесь есть еще какой-нибудь дополнительный проход? Как вариант. Мы много куда здесь лазали, ходили. Почему бы нет? Теорий-то же должно все быть. Теорий должно быть. Теорий надо все смотреть. Посмотрим, что здесь есть какой-то еще таймилас, который у меня не в курсах. Это соль, что его нету. Ясно. Ясно. То есть мы открыли гробницу. Но... Здрасте, я вашу тетю. Восстановилось все? То есть она реально восстановилась. А, ты можешь вот так вот, если они на тебя придут зацепиться в теории? Ага. Ну тут она, конечно, не сможет так прыгнуть. Или есть такая возможность? Вот видите, вот здесь просто можно, наверное, залезть. Правда, не вижу, чтобы эта зона стала таким вот объектом зоны поклонений. И это не смещается. То есть видите, там даже ничего никакого уделения нет. Если это был какой-нибудь ящик или объект. А, подожди, может я смогу его скинуть вот таким вот образом? Ну-ка. Ну, есть, конечно, попытка такая. Легкая. Но они почти не двигаются. Я не знаю, как его достать. Ладно, будем просто тогда иметь в виду, что здесь есть что-то такое. А может, я, кстати, могу их вытягивать? Нет. Я уже пробовал. Я вспомнил, что я уже пробовал. И вытягивание здесь не поможет. Мне нужно как-то забраться наверх. А как? Я не знаю, как. Здесь зато, кстати, восстанавливаются... Все надо возвращаться почаще, если нам нужно пополнить все боезапасы. Чего-чего? А здесь прям вот я все восстанавливаюсь. Вышел из пещеры, зашел за пол. А давайте, кстати, вот так вот поработаем немножечко. Так. Ну, в принципе, мы открыли эту зону. Меня это уже обрадовало. Меня это уже обрадовало. То есть здесь... Вот видите, я только вышел, вернулся. А, не пока еще. Не сработало. Надо выйти полностью, да? Из поля зрения. Ну ладно, мы главное это все открыли. Открыли. Теперь можем возвращаться? Можем. Продолжаем, как говорится, наш путь. По спасению Лариной подруги. Продолжаем наш путь по спасению Лариной подруги. Это надо быть не закунулось. Во все это... Клоаку. А что нет-то, можно? Ара, идем. Стрел тоже полно. И выходим из этой кулаки. Это хорошо. То есть, получается, мы как бы закрыли, наконец-то, этот гифшталь. Ну, практически с неизученной кровницы. Почему? Потому что у нас вот это вот только верхние кровки там остались. Но это... Но это мелочи. Это мелочи. Лара, встань уже, пожалуйста. Хватит сидеть на корточках. Все, идем. Нас там еще пёсики ждут. Так. Отправляемся. Система быстрого перехода. Кстати, в теории, ты же можешь, наверное, смотреть? Изучены полностью вот эти сезоны или нет? Такой вот вопрос у меня. Наверное, может. Быстрый переход. Охотничий дом. Да, по-моему, нам вот сюда. Просто не помню точно, куда нам. Я реально не помню. Ну ладно, сориентируемся. Так, сколько мы уже? 37 минут. Ну ладно, чуть подольше можем. Немножко, наверное. Чуть подольше сегодня немножечко позапишем. Ну, я в любом случае сегодня буду много записывать. Я имею в виду продолжительности. Что бывает. Ну хотя бы мы сейчас с вами пойдем в Задницу Мира. Я думаю, что это подкрытится. Хватит настолько, что может немножко отдыхать. Так, ладно. Идемте в Задницу Мира номер 2. Вершину вон там мы уже всю зачистили. То есть вход там уже чистый по стороне. Хороший. Берем пока автомат. Это перезарядка. Так, кстати, дайте сразу посмотрим по карте. Тайникет. Ну, последний тайник, вот он, перед нами. Его просто пометим. Будем за ним идти, и все. Я открою ее сначала, если никто не возражает. Реально очень красивое место. Так. На, как раз тайник по пути будет. Подождите. И мы выйдем куда-то, получается, да? Мы выйдем обратно в зону пещер. А, то есть мы вернемся в вход в храм. Вот такой странный. О. Юрик. Тухлая корова. Тухлая корова. Мне это не нравится. А, это олень. Ну, олень, другое дело. Клетки. Волки. Как те в лесу. Они их разводят? А, ты чего не помираешь? Шапак. Еще, еще. Помирать не захотел у меня. А, привет. Вот теперь популяция оленьей будет расти большими темпами. Не надо мне тут говорить, что я живодер. Я терпеть не могу собак. Это мое личное психологическое мировосприятие. Так. Спайс. Спасибо. Ты можешь смотреть, что эти собаки сделали с бедным оленем. А, это мне нужно. Вот оно, вот оно что. Ясно. Хорошо. Все. Принято. О! Опыт. Сразу открываю. Ну, навряд ли, конечно, сюда кто-то придет. Мы как бы все зачистили, но мало. Мало ли, кто придет. Вот так тебе безопасно будет. Главное, чтобы они нас здесь не нашли. Все тайники найдены. Красота. Все наши здесь. Лагеря, документы, артефакты, грибочки, гробницы, тайнички. Все зачистили, как всегда. Все зачистили, как всегда. Ну, вот это уже классическая лара. Это уже классика. Главное, чтобы здесь метана не было. Аккуратно, лара. Аккуратно. Смотрите, раз, на куда. Вот тут, кстати, будет развилка у воды внизу. Возможно, можно будет спуститься туда. Возможно, можно будет туда спуститься, поэтому... Будем работать над этим направлением. Давайте будем работать над этим направлением. Идемте. Мне кажется, здесь сейчас будет битва. И будет битва именно Сони. Я не знаю почему, но у меня просто такое ощущение. Все ощущение официально подтверждено. Ну, он как бы туда, но я хочу зайти сюда. Ну, не бывает просто такого. Понимаете? Зачем делать вот такой отвес? Для чего? То есть тут, кстати, скелеты валяются. Зачем? Кстати, отличный кадр. Вот здесь. Просто хороший чистый кадр очень редко получается. О, она потушила сама. Значит, сейчас будет катсцена. Трущобы. Красота. Все горит. Все трущобы в огне. Мы здесь уже везде были, да? Хе-хе. Почти. Так, а тут у нас все собрано. Да, тут у нас все собрано. То есть можем даже не сходить в сумму. То есть мы вернулись. Ну, давайте тогда и спускаться. Ты там, Лара? Алекс, я все утро вас вызываю. Мы вышли на берег. Катер в плохом состоянии. Без инструментов его вряд ли починишь. Твоя помощь не помешает. Вы начинайте пока, а я подойду. Будь осторожна. Найдите спуск на берег. Сейчас найдем. Вот и спустились. А, подождите. Это та зона с мостом? О-о-о. Как здесь все разворотило-то? Накуда? Можно вот здесь бы, конечно, спуститься сюда бы. Вот в эту зону. Только вот зачем мне сюда? Мы только оттуда выбрались. Нам как бы наоборот надо... А куда нам? Подождите. А куда мне надо? А, во. Не сюда она. Тут еще гробница. Чтобы мне туда попасть, мне нужно идти вот сюда. То есть мне нужно идти в квартиру вот сюда. Уйти сюда. И как-то идти туда. Ладно. Хорошо. Допустим. А, тут у меня даже маркеры есть. Ну ладно, пойдемте. Тут у нас все равно все собрано так. Что переживать особо нет смысла, думаю. Правда, я бы грима поискал бы. Подождите. А где у нас грим погиб? Кстати, внизу бочки. Это храм. Это мельница. Это экскалатор. Подождите. Вот там грим и умер. Там, где мы сейчас сами лазаем-то. Он не умер. Он не умер. Он живой. Я верю, что он живой. Да, вот там, видите, это же зона битвы. Я хочу еще раз убедиться, что его нет. Точнее, убедиться в обратном, что он есть. Лара, давай осмотримся еще раз. Вот тут он упал. Но там вода. Черт, я уверен, что старик живой. Вот я уверен в этом на 100%. Ладно, рот. Рот официально погиб у нас. Рот официально погиб. Все. Это понятно. То есть мы видели его смерть. А грим-то, он просто упал. Ну, извините. Это старый добрый клише. Упал старик, значит выжил. Тем более, извините, он из глазка. Они живучие, как драканы. Я точно знаю. У меня есть английская кровь. Немного ее, но все же. Ее вполне достаточно, чтобы именно так считать. Да. Нам теперь вот сюда, да? Так, погнали. Ну, это красота. Посмотрите только. Лара, ты на связи? Алик сказал, что ты уже спускаешься. Ну да. Я скоро буду. У меня тут кое-какие новости. Что за новости? Остров нас не отпустит. Он держит нас. Я должна вернуться в монастырь. Ты уверена? Да, Сэмми. Но пока ничего никому не говори. Я помогу Рейс починить катер, но потом мне надо будет прогуляться вглубь острова. Лара, не знаю, что сказать. Тебе просто придется мне поверить, Сэмми. Хорошо, будь осторожна. Ну, как раз таки, Сэмми поверить несложно. У нас, кстати, новое очко. Красота. Мне сейчас отстреливаться придется, я так думаю, да? Черт возьми, нет! Так, ладно, давайте притягиваться. Вот теперь ускоренный спуск, да ладно. Ну, пойдем по длинным путям. Я не возражаю. Я думаю, никто не возражает. Тем более, что опыт уже такого скалолаза у нас есть. Будем идти наверх. Хотя можем здесь, кстати, и закончить вот в таком шикарном виде. Ну, реально, вот посмотрите. Еще одна хорошая заставочка на будущее. Такая еще тревожная музычка пошла. Вот, ну, реально. Реально, такая тревожная музычка пошла. Ладно, ребят, давайте на этом пока с вами на сегодня закончим этот эпизод. Я вас буду, наверное, записывать на следующий. Ну, просто реально, я думаю, это нормально как раз-таки, что такая вот ситуация. Ну, что, ну, сколько? Уже 50 минут записываем. Как раз-таки у нас начинается будет новый шикарнчик. Я думаю, это будет нормально. Так что, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписывайся на канал. Дискорд, ВК, ДНР, Телеграм. Ссылочки все в описании. Ну, конечно, спасибо всем, кто нас смотрит, ребят. Вы лучшие, реально лучшие. Спасибо за вашу поддержку. Ну, а с вами был Альберт Эскер. Ларова с пробитой бочиной, полной всех видов инфекций. Крофт неумираемая. Гигантский, прекрасный, шикарный вид. Ну, согласитесь, мне кажется, это самый красивый вид, который я видел здесь. И всем до скорой встречи, и всем пока. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!